Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка Метвежьего угла Елена Горчакова. Как видите, в сибирской тайге запели птички весенние. Это чудо просто какое-то. Завтра светлая Пасха, завтра день, когда природа проснется и будет ликовать просто. Для меня всегда Пасха – это день наступления нового лета. Я не знаю, может быть, там как-то по-другому, на самом деле, в каких-то календарях. Но для меня лично, субъективно, с детства всегда такое ощущение, что именно с Пасхи начинается новое лето, следующий период жизни Земли, жизни человека и так далее. Не год, а именно лето. По-русски говорят, сколько вам лет, да? Вот, но сейчас я хотела прямо отсюда, из этого волшебного леса, продолжить наше занятие Школы правоведения. И хотела вам сказать, что… Ой, снег немножко провалялся. Хотела вам сказать, что я считаю рациональным сейчас весной, пока еще вы не приступили к работе над своими садами, ну, к такой плотной работе, настоящей работе с землей, говорить о целебных свойствах культурных садовых растений. Почему? Потому что мои рассказы об этом, они, может быть, где-то помогут вам сделать выбор, помогут вам посадить у себя в саду именно те растения, которые нужны вам, вашей семье, учитывая состояние здоровья вас самих и ваших близких. Вот такая вот будет серия уроков Школы правоведения, посвященная садовым растениям, такая весенняя серия. Начать наши беседы о садовых растениях я хотела бы с одного из любимейших моих растений, с такого уникального дара сибирской природы, который растет сейчас в садах по всему миру, по крайней мере, по всей России точно. Я говорю об облепихе, которая давно уже оккультурена, есть ее сорта, но это не уменьшило целебных свойств этого волшебного растения, этой изумительной ягоды. Что облепиха может дать для здоровья, спросим мы себя. Но дело в том, что облепиха – это один из лекарей от 100 болезней. То есть это общепризнанно, что это растение способно лечить великое множество заболеваний. Но начать свой рассказ об облепихе я хотела бы только с одного такого аспекта интересного, который, может быть, не всем известен. Облепиха прекрасно помогает от атеросклероза. Здесь следует сказать, что атеросклероз занимает огромное и печальное место среди причин смертности населения в нашей стране. Дело в том, что половина всех ненасильственных смертей в современной России происходит от болезни кровообращения. А болезни кровообращения – все инсульты, инфаркты и множество других – это результат атеросклеротической модификации стенок кровеносных сосудов. В то же время само это изменение, сама эта модификация – это прямое следствие нарушения жирового, то есть липидного, если говорить научными терминами, обмена в организме. Один из самых серьезных факторов, угрожающих здоровью современного человека – это высокий уровень холестерина в крови. Этот уровень относится к качеству липидного обмена и обеспечивается городским и вообще любым неидеальным образом жизни, способом нашего питания и многими другими факторами. Проблема состоит в том, чтобы найти какие-то безопасные для здоровья человека, безопасные с точки зрения побочных эффектов, способы корректировать этот уровень. И здесь нам на помощь приходит такое прекрасное растение, как облепиха. Каким образом она может это сделать? В последние годы были проведены российскими учеными исследования. Прежде всего я говорю сейчас о диссертации кандидата фармацевтических наук Горбатюк Натальи Олеговны. Гиполепидемическое действие суммы третерпеновых кислот из плодов облепихи и клюквы. Вот такое полное название научной работы, в которой доказано, что вещества, содержащиеся в ягодах облепихи, способны влиять на жировой обмен в человеческом организме. А именно на то, что содержащиеся в пище, так сказать, жиры, которые веку за собой, это раклероз, в частности, холестерин. В частности, речь идет о том, что холестерин, огромный вред которого для здоровья человека уже общеизвестным можно считать, под воздействием веществ, содержащихся в ягодах облепихи, человеческим организмом усваивается в значительно меньшей степени. Во всяком случае, он далеко не так активно проникает через стенки сосудов и не так серьезно образуются вот эти вот холестериновые бляшки, холестериновые наросты, склеротическое, атеросклеротическое сужение сосудов, которое в результате может привести к ряду очень тяжелых заболеваний. Для того, чтобы получить от облепихи этот целебный эффект, достаточно просто как можно больше ее употреблять в пищу. И здесь следует остановиться на том, каким же образом это сделать. Дело в том, что ягоды облепихи в свежем виде довольно кислые, и человеку с обычным городским вкусом хочется засыпать их сахаром. Конечно, все равно в большинстве случаев мы так и сделаем, поскольку иначе никто не съест. Но лучше бы нам от этого действия воздержаться. Я хочу подсказать вам другой способ повысить сладость этой ягоды, при этом не добавлять к ней сахара. Вы удивитесь, но это сушка. То есть если вы соберете ягоды облепихи и их высушите, вы получите такой, ну как бы такой интересный, изумительный изюмчик такой. Он будет все равно очень кисленьким, но все-таки более сладким, чем обычные ягоды облепихи, которые многие не выдерживают, просто в сыром виде есть их не могут. А в середине каждой ягодки будет содержаться косточка, внутри которой абсолютно бесценное для организма человека облепиховое масло, которое обязательно нужно кушать нам всем, которое приносит нам столько пользы, что даже, так сказать, трудно это вот как-то объективно описать, что ли, словами в каком-то видео. Но тем не менее, значит, после сбора ягод облепихи желательно ее высушить и таким образом сохранять впрок, и таким образом как бы готовить для того, чтобы ее кушать. Но если вы любите облепиху в непереработанном виде, так сказать, вот в каком виде ее собрали, и не добавляете к ней сахар, это уже отлично. То есть кушать ее в чистом, ну как бы не высушенном виде. Еще более полезно, чем кушать ее сушеной. Ну, на этом я свой рассказ сегодняшнего облепихи заканчиваю. Впереди нас ждет еще очень много разговоров об этом совершенно бесценном даре сибирской природы. Ну а что касается самого, так сказать, взгляда садовода на это растение, хочу сказать, что оно исключительно зимостойкое. А также хочу напомнить, что саженцы облепихи чуйской, одного из самых старых зимостойких и таких хорошо плодоносящих сортов, они есть у меня в таежном магазинчике, куда я приглашаю вас заглянуть, пожалуйста, вот сейчас на экране, в конце видео будет на него ссылочка. И под видео в описании ссылочка тоже. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Желаю вам всего самого доброго и самое главное здоровья, крепкого здоровья. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Ну и не забывайте подписываться на канал. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok